Анти-слайдер, байтер, баттон – малознакомые термины становятся неотъемлемой частью спортивной жизни уссурийских детей, которые увлекаются зимними видами спорта. На ледовой арене «Олимп» провели первую тренировку по керлингу. Открыть для себя что-то новое пришли как юные спортсмены, так и их тренеры. Мне очень интересно, я знаю о нем с Олимпиады 2014 года в Сочи, но совсем немного, практически даже ничего, поэтому все абсолютно интересно, хочется узнать как можно больше. Я мало смотрела по телевизору, но очень интересно узнать вообще, что это, потому что впервые у нас такое на Приморском крае, и вот хотелось бы познакомиться поближе и узнать, что это. Хочу узнать, как в него играть. Тем более первый раз вижу, это интересно. Тренировать детей будет молодой мастер спорта по керлингу, которого пригласили в Приморье из Красноярска Петр Трендафелиди. Перед началом занятий поле тщательно подготавливают. Для этого существует специальная технология. Лед дополнительно покрывают несколькими слоями, чтобы вмерзли колодки, от которых отталкиваются спортсмены, после чего применяют распылитель. После того, как лед высохнет, уже я захожу со специальной лейкой, которая называется пэбл, прохожу дорожку, раскидываю по дорожке специальные такие маленькие капли, они называются пэбл. Тем самым подготавливаю дорожку уже к тренировке в игре по керлингу. Эти капли создают определенные неровности на поверхности льда, которые необходимы для скольжения камня. На бесплатное занятие керлингом приглашаются все желающие с 8 лет. Следующая тренировка пройдет на ледовой арене «Олимп» в воскресенье в 15.40. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс.